Это программа интервью, я и ведущая Светлана Зорина, телеканал Тюменское время призывает всех сидеть дома. И поэтому сейчас мы будем общаться с нашими уважаемыми экспертами удаленно посредством видеосвязи. Итак, жизнь не стоит на месте, и поэтому какие услуги можно получить в Росреестре, нам сегодня расскажет Каниловская Татьяна Димитрова, начальника отдела регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Тюменской области. Татьяна Димитрова, здравствуйте. Ну, вот первый вопрос. Сейчас вот в такое непростое время, когда МФЦ работают, практически все закрыты, не работают, в Росреестр тоже лично прийти нельзя, да и люди все сидят дома. Какие все-таки услуги можно получить в электронном виде? Что для этого потребуется? Расскажите, пожалуйста. Да, добрый день. Ну, хотелось бы в первую очередь отметить то, что Росреестр у нас осуществляет свою деятельность в обычном режиме. В связи с тем, что в настоящее время ограничена возможность подачи документов через офисы МФЦ, Росреестр рекомендует использовать электронные услуги с сайта Росреестра. Все услуги, оказываемые Росреестром на бумажном носителе через офисы МФЦ, мы оказываем в электронном виде. Чтобы воспользоваться данными услугами, необходимо зайти на сайт Росреестра, официальный сайт Росреестра, росреестра.ру и зайти в личный кабинет. Хотелось бы отметить, что для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, нужно быть зарегистрирован на портале государственных услуг, так как сайт Росреестра интегрирован через портал Госуслуг. Достаточно иметь учетную запись и электронную цифровую подпись. Услуги электронные у нас в промышленную эксплуатацию введены еще с 2016 года и в последнее время, конечно же, пользуются большой популярностью. Хотелось бы также отметить, что дополнительно какие-то регистрации на самом сайте Росреестра не требуется. Но при этом необходимо, как я уже говорила, иметь электронную цифровую подпись. Электронная цифровая подпись нужна для того, чтобы удостоверить документы, которые будут поданы на государственную регистрацию, к примеру, либо на другую услугу. И в дальнейшем подписать само заявление на проведение учетно-регистрационных действий. В качестве статистики могу сообщить о популярности данной услуги. За период с 30 марта по 6 апреля в управление Росреестра по Тюменской области в электронном виде поступило более 1200 заявлений на проведение учетно-регистрационных действий. То есть выходит, что это больше, чем обычно за такой период времени, правильно? Ну обычно за такой короткий период, конечно, да, чуть-чуть поменьше были. Сейчас спрос на электронные услуги у нас увеличился в связи с такой ситуацией. Ну вот вообще в период самоизоляции, да, когда действительно многие организации, многие компании уходят на удаленный режим работы, уходят в онлайн, они вот перестраиваются и уже понимают то, что да, это здорово, это удобно. И, наверное, после того, как все вот эти ограничительные мероприятия закончатся, мы будем продолжать вот именно такой формат работы. Скажите, ваше ведомство готово ли к увеличению нагрузки именно в онлайн? То есть не будет ли какой-то дополнительной нагрузки, не создаст ли вот этот увеличенный объем вот именно в электронном виде услуг предоставляемых? Дополнительной нагрузки это не будет. Объемы у нас регулируются как на бумаге, так и в электронном виде. Мы обязаны оказать государственные услуги независимо от объема, установленные законом сроки. Ну вот наверняка у вас есть некий рейтинг самых популярных услуг, которые оказываются в электронном виде. Скажите, ну вот какие самые востребованные у населения, вот даже не только вот в это время, а в принципе вообще? Ну вообще у нас популярны все услуги, оказываемые Росреестром в электронном виде. Но как правило, граждане обращаются, граждане и органы власти, иные категории, за государственной регистрацией прав, постановкой на кадастровый учет и за предоставлением сведений из единого государственного реестра недвижимости. Это основное, самое популярное, которое, ну скажем так, самое большое количество поступающих заявлений и запросов. Нет, ну а вот сейчас, возможно, какие-то отдельные услуги стали более популярны. Не наблюдаете ли вы какого-то роста? Такого наблюдения у нас, имею в виду, что такого роста, прям какой-то конкретной услуги у нас нет, у нас равномерно, как раньше было. Вы сказали, что электронная цифровая подпись – это один из способов защиты документов, так? Один из способов защиты, да, электронного документа, конечно. Возможно, ее можно получить как-то удаленно, ведь сейчас, опять-таки, не рекомендуется людям выходить из дома, и многие организации закрыты. Можно ли ее все-таки получить на расстоянии? Электронную цифровую подпись в настоящее время можно получить в удостоверяющем центре филиала кадастровой палаты. Более подробно, я думаю, все-таки на сайте кадастровой палаты информация размещена о режиме работы удостоверяющего центра и каким способом можно подать заявку на изготовление электронной цифровой подписи. Я думаю, что там все-таки подробно можно получить данную информацию. Ну вот сейчас, если уйти от проблем, актуальных на сегодня, от ситуации сегодняшней, скажите, какова статистика за год? Как часто тюменцы обращались в Росреестр за определенными услугами и, возможно, есть какая-то разбивка? Вот эти услуги пользовались большим спросом, эти меньшим спросом? Расскажите, пожалуйста. Ну, могу отметить, что в этом году у нас электронная регистрация уже почти 25% от общего числа поступивших заявлений в электронном, вообще, в принципе, в управление. И с каждым годом она, данная цифра у нас растет, что касается вот соотношения электронных документов к бумажным. Что касается, в принципе, по услугам, оказываемых Росреестром, ну, конечно, у нас с каждым годом меняется и законодательство, и имеется рост заявок как на государственную регистрацию, так и на предоставление сведений ТИГРН. Все зависит, конечно же, от какой-то конкретной ситуации. Татьяна Демидрова, вот еще такой вопрос. В последние годы люди все-таки стали чаще покупать квартиры, больше, да, вот недвижимость и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на работе вашего ведомства сказывается ли вот смежное, развитие смежных сфер, например, вот растет рынок недвижимости, строительный сектор, и вот у вас работа добавляется. Как вот действительно смежные какие-то сферы влияют на именно вашу работу, вашего ведомства? Ну, конечно, в случае, когда, к примеру, сдается многоквартирный дом, конечно же, все сделки, все регистрации прав, к примеру, застройщика, все сделки дальнейшие с этими объектами недвижимости, они все проходят через Росреестр. И в зависимости от того, какое количество домов сдается в тот или иной период времени, конечно же, это отражается на количество пакетов, которые поступают к нам для проведения учетно-регистрационных действий. Как всем нам известно, с этого года порядок выдачи сертификата на материнский капитал изменился, и теперь на него могут претендовать не только люди, семьи, у которых родился второй ребенок, но и в том числе те, у кого родился первенец. Расскажите, пожалуйста, какие особенности есть у сделок, связанных с недвижимостью именно с учетом использования сертификата материнского капитала? При предоставлении на государственную регистрацию договора купли-продажи с использованием средств материнского семейного капитала нужно учитывать несколько факторов. Первый, это в случае, если объект недвижимости не поступает в общую совместную собственность супругов, он приобретается в общую долевую собственность всех членов семьи, как родителей, так и всех детей. Второй момент, это в случае, если жилое помещение приобретается по договору купли-продажи частично на средства материнского капитала и собственных средств сразу всеми членами семьи, как детьми, так и родителей, то такой договор купли-продажи должен быть обязательно нотариально удостоверенным. Третий момент, это в случае, если в едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано уже право собственности на приобретаемый объект на кого-то из членов семьи, то для того, чтобы исполнить обязательства о распределении долей, на регистрацию предоставляется соглашение об определении долей между всеми членами семьи, которое также должно быть удостоверено нотариально. Далее, если жилое помещение приобретается на средства материнского капитала, то собственность, долевую собственность можно оформить только на детей. В случае, если договор купли-продажи содержит информацию о соглашении, заключенном между всеми действительными членами семьи, о том, что родители отказываются от своих долей в пользу своих детей. Это основные такие обязательства, но также вместе с тем мы знаем, что с 12 марта данного 2020 года у нас вступили в силу изменения, что касаемо использования материнского капитала, это что материнский капитал может быть использован для строительства жилых домов, расположенных на садовых земельных участках. Что это означает? Это значит, что средства материнского капитала на строительство жилого дома можно использовать при условии, что у владельца сертификата или его супруга зарегистрировано право собственности на садовый земельный участок. Вместе с тем, регистрацию права собственности на жилой дом и такой земельный участок в дальнейшем должен быть зарегистрирован в общую долевую собственность между всеми членами семьи. Также должно быть представлено соглашение об определении данных долей между всеми членами семьи, которое также должно быть удостоверено нотариально. Это основные особенности, которые необходимо учитывать при использовании материнского капитала. Позвольте задать уточняющий вопрос. Вот на своем примере объясню. Вот сейчас у нас с мужем один ребенок, но если мы решим родить второго, соответственно, у нас возникнет право на получение материнского капитала. И вот что нам в этом случае делать? Куда надо сначала идти? У нас уже есть квартира, она, соответственно, оформлена на нас с мужем, то есть мы два собственника. Куда нам в первую очередь обращаться, чтобы в долю включить наших детей? Это надо сначала идти к нотариусу. Или каким образом нужно действовать? Расскажите, пожалуйста, алгоритм действий. Да, вы должны обратиться, во-первых, получить материнский капитал, сертификат материнского капитала, в случае, если он вас не получит, обратиться к нотариусу для того, чтобы составить соглашение об определении долей, чтобы все члены семьи стали собственниками. После этого вы обращаетесь в Росреестр для регистрации права общей долевой собственности между всеми членами семьи. А как обычно доли распределяют? Ну, как правило, да, в равных долях. Но это опять-таки дело собственников. А сейчас мы прервемся на небольшую паузу и вскоре обязательно продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова